В преддверии нового отопительного сезона в Самаре развернули масштабную перекладку с теплосетей. Один из самых больших участков в старом городе – от улицы Садовой до Галактионовской. Благодаря этим трубам тепло получают около 500 домов. Здесь меняют тепло магистрали диаметром 500 мм. Осложняют работу узкие улочки в исторической части города и непосредственная близость коммуникаций и трамвайных путей. Электричество пагубно влияет на трубы. Поэтому таким участкам уделяют особое внимание. В местах пересечек с трамвайными путями у нас ослаблена труба. Поэтому, конечно же, здесь приходится более качественнее следить за состоянием трубопроводов. Возникают, безусловно, дефекты. И поэтому мы как раз в таких местах и стараемся выполнять перекладку к капитальному ремонту. Начало осени работы здесь планируют закончить. В этом году масштабы беспрецедентные. К 15 участкам, которые запланировали сделать первоначально, прибавилось еще 7. В их числе, к примеру, дублерно-Новосадовый участок длиной более километра. Всего же протяженность коммуникаций, которые меняют по всей Самаре, составляет свыше 20 километров. Добиться таких высоких показателей смогли благодаря вхождению Самары в единую ценовую зону теплоснабжения и дополнительным инвестициям ресурсных организаций. В результате ремонтных работ в городе временно изменили схему движения общественного транспорта. Трамваи номер 20 и 22 следуют по улицам Новая вокзальная, Ставропольская, затем через остановки Дом печати, Постников овраг и далее по своим маршрутам в оба направления. Трамваи маршрута номер 5 от улицы Чапаевской до Постникова оврага, трамваи номер 20К едут от остановки улицы Фадеева до завода Тарасова. Отдать нашим самарцам и горожанам, они с пониманием подходят к этому в данной ситуации, когда мы объясняем, и они видят, что работает. Другой вопрос, когда закрыто, допустим, движение, и никто не работает. Вот это недоумение. Вот наша задача этого не допускать. К завершению подходит перекладка сетей на челюскинцев. Здесь уже заменили 300-миллиметровые трубы и благоустроили территорию. Осталось порядка 200 метров труб с чуть большим диаметром. По поручению главы города Елены Лапушкиной подготовка к осенне-зимнему сезону на ежедневном контроле у городских властей. А у нас жители-то как попадают? Вот этого дома, они так как будут, да? Там можно заездить. Там есть с Ленина заезд. Тут по-разному могут. С Страдонежка заездить. Критичного здесь нет. К началу осени строители обещают закончить техническую часть, а во второй половине сентября заняться благоустройством. Мария Левина, Василий Кладошов, Константин Головин. События.